1xbet – надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. Уже мой сильный ушиб, и завтра мы узнаем, насколько это серьёзно. Комаров я заменил, потому что мне казалось усталым. Пожалуйста, ещё вопросы. Если вопросов больше нет, то… Какой нет? Вас пугать надо. Максим, в шестой раз уже «Spartak» видишь 6, не смог выиграть. Есть у вас объяснение? Что всего случилось? Да, в этом году это какой-то припев. Мы хотели забить свои два гола, которые можно было спокойно предотвратить. И, в следующем году, мы все-таки не смогли сделать голы, но не смогли убить свои позиции. Мы все-таки не смогли сделать голы, но не смогли убить свои позиции. В прошлом сезоне после матча с Томи вы были расстроены, несмотря что была победа. В сегодняшнем матче вы расстроены больше? Да, я всегда делюсь. Когда ты не можешь винить, ты потеряешь для мероприятия, а не для мероприятия. Я всегда делюсь. Да, конечно же, я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, тем более, если играем ничью или проигрываем за счет своих же ошибок. Максим, ваш оппонент в один скрипчинг рассказал, что сегодня Спартак был мыслями в игре с Ливерпулем. Вам после забитого гола вашей команды так не показалось? Нет, мне так не показалось. Я думаю, мы могли вести лучше эту игру. Я всегда говорил, что в матче не побеждаются до начального и финального сыска. Вы оставили на замене и Джекио и Фернандо и выпустили молодого Бакаева. Оставили также Мильгареха. Не считаете ли вы, что вы все-таки не доценили Анджи и слишком сильно проявили ротацию? Нет, Мильгареха был в конце концовке, потому что он тренировался всего лишь два дня в группе. Фернандо и Джекио его сделали ротацию, потому что он играет больше всего 2 дня в группе. Фернандо и Джекио просто я сегодня дала мадахну, потому что они одни из тех, кто играет больше всех. И тем более все остальные игроки должны быть в форме и иметь игровую практику. Но все остальные игроки должны быть в форме и иметь игровую практику. Фернандо и Джекио и Фернандо. Если бы играл Джекио и Фернандо, почему они играли? Вроде бы они устали, не стоило бы им отдохнуть. Да, Максим. Да, все правильно. Максим, можно сразу два вопроса. Первое. Бросилось в глаза, что в прошлом сезоне игрокам, находящим на замену, в установке давал Роман Филипчук. Сейчас это делают Атилы. Это вообще влияет на Роман Филипчук? Ну, только я еще где-то подвохнула. Смешно говорить, что ты кацаны. Давайте прекратим нести всякую чушь. Окей, второй вопрос. Это вся чушь. Второй вопрос. Не это не причина, а причина в том, что... Видимо, низкий уровень, то все. Но, на штате, у игроков... Чера Роман выдавали струксионы. Мы приняли 4-го, 3-го, придавали миголь. Поэтому это не проблема. Несмотря на то, что в том сезоне установку давал Филипчук, мы также проигрывали 4-0, 3-0 и так далее. Окей, второй вопрос. Если разбирать второй гол, 9 человек в штрафной стоит. Еще один в центральной груди защитник остается. Это несогласованность без стандартов, которые отрабатывают. В принципе, у тренировок. Из-за того, что много игроков не оставло у состава. Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Потому что есть позиции, которые на поле нужно держать. Я могу понять, может быть, в последний раз, в последний раз, в последний раз, в последний раз. Я бы еще понял подобную ситуацию, если бы это происходило на последние минуты добавленного времени. Но так как это произошло, нет. Терентьев, он давно лук тянет. Здравствуйте. Артам Терентьев, «Советский спорт». В целом, если опустить вот эти фантальные ошибки при стандарте и контратаке, мне кажется, что «Спартак» все равно выглядел каким-то, не знаю, ватным или не расслабленным, но слишком спокойным. Моментов было мало во втором тайме, несмотря на то, что и можно было вдавить. Довольны ли игрой или вот с добычным фантами нашим? Все понятно. Если контенту для жопа, то ли я рожать фантами? Нет. Нет, нет. Потому что мы с Терентьев, и мы спаяли медленно. Мы очень много ошибались сегодня, поэтому я не доволен. И нет. Ничем не доволен. А с чем это связано? Много ошибок и медленно играли? Это связано с неспокойством какого-то игрока, каких-то игроков. Тот же факт, что играем на третий день, и команда, которая не привыкла к такому графику. Мы не можем держать высокую мотивацию, потому что такие матчи, они были самые сложные, особенно перед такими матчами как в Лиге Чемпионов. И даже если ты не хочешь это, то это может происходить, потому что это может быть в Ливерпуле. И хочешь ли ты этого или не хочешь, получается само по себе, что, может быть, мысли уходят к матчу с Ливерпулем. Максим, сразу хочу подчеркнуть, что вопрос не связан со счетом на табло. После матча с Тосно вас много спрашивали об игре Марка Петковича. Я хочу поинтересоваться Губрия Александрова Самметова. Скажите, пожалуйста, на примере сегодняшней игры за какие игровые качества данный футболист регулярно подает состав, кроме российского паспорта и умения сыграть по чистым матчам? Спасибо. Потому что я его считаю важным игроком. Это важный игрок для команды. Тем более, это сборник, поэтому это не последний мальчик, который пришел в команду. Проблема не в том, что хорошо ли он сыграл или плохо. Но не зависит от одного игрока, это зависит от команды в целом. Извините, есть вопрос жесткий. Просто, как говорится, много не тяпела. Упущенная победа с Тосно, которая глядит мы через Свет. Упущенная победа с одновремя из слабых команды чемпионатов. Вы не считаете что все происходящее это прозрание? Да, конечно, это неприемлемо для команды, которые в этом году играют в чемпионат. Мы находимся в сложной ситуации, но повторяюсь, наша задача стоит в том, чтобы работать, чтобы решать подобные ситуации, то, что происходит. Поделитесь, что сегодня сказали игрокам в раздевалке, чтобы не узнавать потом об этом так называемых консайдерах в интернете? Я сказал, что мы позволили забить себе каждую стандарту, который разыгрывался с середины поля. И один гол на контратаке. Подобный гол даже дети не позволяют слезать. Поэтому, видимо, да, и достаточно концентрации, и мотивации. Постали факту, что нам забили два гола, которые недопустимо было пропустить. Спасибо. Да, более. Спасибо. Здравствуйте, Максим. На самом деле, на самом деле, я расскажу на своих игроках. На самом деле, на самом деле, я расскажу. Пусть за студиисты, я расскажу с другими людьми. Бакаевы сделал шутки, но не так, что для ребят. Бакаев играл достойно, для молодого парня не легко играть в Спартаке. Помимо начало матча, где возможно играли свою роль и его эмоции, то в принципе он играл достойно.